У нас проходит урок в трех каналах связи YouTube, Facebook и Telegram. И продолжаем мы изучать книгу, уже заканчиваем пульти праведников. И сегодня мы узнаем вообще, зачем мы ее изучали. Знаете, как в конце? Обычно в книге всегда есть в начале самое важное и в конце. В начале автор, он должен заинтересовать, он пишет свои главные идеи, для чего он пишет эту книгу, для кого он пишет эту книгу. Вот как Коэлит, например, Экклезиаст. Царь Само начинает, он пишет, я, Коэлит, царь в Иерусалиме. В Мишле он пишет, я, Шлома бен Давид, Мелых, Исраэль. То есть он везде пишет, кто он, что, Ледат, Кахмал Мусар. Для познания мудрости и нравственности Мишле он написал. Эту книгу тоже мы в начале прочитали, для того, чтобы разобраться во всех качествах и знать, как, какое качество использовать по торе. Потому что это как готовить еду. Больше приправы испортил, меньше приправы невкусно. То же самое человек, его качество в жизни, значит, есть качество у него. Любое качество, если его использовать не в пропорции, оно может повредить. Ну, в конце вот мы сегодня дошли, последний у нас глава называется Ират Шамаем, страх перед небом, страх перед небесами, перед Богом. И вот мы разбираемся в врата страха перед Всевышним, здесь глава называется. И вот мы разобрали, что есть у человека душа. Эта душа находится, эта верхняя его часть находится, связана с интеллектом, со способностью разговаривать. И эта душа, она, как бы верхняя часть души, это высшая душа человека, она находится у него в голове. Дальше он пишет, автор этой книги. Значит, он пишет такую вещь. Есть, говорит, очень веское доказательство, великое, он пишет даже, великое, веское. Доказательство, что душа, она идет от Всевышнего. Вот Яков Шатагин, он точно знает. Но есть доказательства. То есть мы в это верим. Но он, говорит, есть прям этому подтверждение. Какое? Любому человеку недостаточно того, что у него имеется. Он вечно стремится на ступень более высокую, чем та, на которой он стоит. Если у него тысяча, он хочет две. Если у него, вот он, владелец, властитель государства, а хочет владеть еще и другим государством. Ну что, ему мало, что ли? Если у него одно государство, зачем тебе два? Байден уже, ну 80 человек тебе, ну иди отдыхай. Да нет, хочу быть еще раз президентом. Непонятно, почему человек не останавливается. И нет человека, ни царя, ни князя, который не вожделел бы большего, чем имеет. А происходит это потому, что душа внутри, душа человека, то есть божественная его часть, которая связывает его со Всевышним, с Духовным миром, она не удовлетворяется этими благами, но вечно вожделеет высших ступеней, ибо она превыше всех созданий. Что говорит он нам в такую вещь? Вот я думаю, любой человек, каждый может в себя заглянуть и помнит вот эти вот моменты, когда в жизни вроде все хорошо, а тебе недостаточно. Вот тебе что-то тебе нехорошо, вот что-то не хватает, ты куда-то... Я помню, когда ты смотрел фильм, Вуди Аллен, такой есть актер. И вот этот Вуди, не актер, а режиссер, и там был фильм про двух девушек. Одна девушка точно знала, что она хочет, но в итоге оказалось, что она этого не хочет, она хочет чего-то другого. Но она так была уверена, что она хочет именно этого, что просто она такая была. Знаете, вот здесь люди практичные, рациональные, в итоге у нее было все практично и рационально, но вот она хотела чего-то другого. А другая изначально была не практичная, не рациональная, и она точно знала, чего она не хочет. И она все время, вот она уже понимала, Видно, у нее была более, так как она не была рациональная, а была она такая более творческая, то значит она очень чувствовала, что все, что ей предлагает обычный мир, это не ее, изначально ее не удовлетворяло. В итоге и вторая тоже, это он объясняет нам почему, потому что внутри есть душа, которая душа вообще к этому миру не относится, она часть Всевышнего и все вот эти вот мнимые, мнимые, как сказать, цели и удовольствия и наполнения, которым нас наполняет этот мир, по факту не наполняет. И человеку кажется, что вот у него есть 100, будет 200, будет он счастлив, 200 тоже не счастлив, ему надо 400, 400, в итоге в этом мире ничего не может насытить человека, потому что, у меня вчера был такой интересный случай, конец недели и у меня получилось, что все новые проекты, которые я начинал, они все не дали того результата, которого я ожидал. А старые проекты, которые я меньше стал заниматься из-за новых проектов, они естественно, когда за чем-то не следишь, то оно тоже сдувается, да, то есть если у человека определенный уровень его силы, энергии, времени и получилось, что всю эту неделю я был очень-очень постоянно занят, а в результате, несмотря на то, что я был занят в два раза больше, чем обычно, у меня получилось к концу недели, что вот все те замки воздушные, которые я себе в голове построил, да, что они должны превратиться в какие-то там результаты, все эти замки, они не построились, а сил у меня не было уже. Я, значит, приехал домой такой в уставший, вот конец недели, все, я устал, вообще нет у меня, ну, хотя я стараюсь быть радостным, все, все хорошо, но внутри пустота такая, да, вот усталость, можно сказать. В общем, вот такая была ситуация. Я вечером выхожу там что-то забрать из машины, и тут меня темно, так уже темно, ночь, тут меня кто-то зовет, дом напротив, такая улица, дом напротив, темно, и зовет меня кто-то, помогите, помогите. Ну, я туда поднимаюсь, там такая лестница, и хозяин этого дома, он был где-то, всего лишь где-то год назад точно, он такой очень активный, какой-то он политик такой, да, то есть у него там полный дом всегда был людей, у него там пять или семь сыновей такие, ну, и они именно такие евреи, которые марокканские евреи, они очень такие активные, прямо такие были, ну, вот прям семья такая очень мощная. И потом он начал болеть, 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 что-то с ним, он ходил с палочкой, а потом оп, и сейчас меня позвал его сын, он его на каталке свозил с лестницы, он, я не знаю, что это за болезнь, он стал вот очень маленький, он не может ходить, двигаться, что-то у него произошло с ним, не знаю, что это за болезнь, как называется, ну, мне неудобно спрашивать, но он уже на кресле каталки, уже не разговаривает, всего лишь за год он прямо высох и сгорел. И я в этот момент подумал, чего я вообще, за чего я расстраиваюсь, какие-то у меня, ну, устал, ну, ну, не получилось что-то, ну, что, как вообще можно расстраиваться, я на своих ногах хожу, возвращаюсь, то есть мне Всевышний, именно мне надо было вот выйти ночью, чтобы это увидеть, чтобы понять вообще, насколько неправильный вот этот подход, расстраиваться там, ну, не получилось у тебя то, что ты хотел, ну, ну, так все, прими. Значит, и не должно было получиться, мало ли, что ты себе придумал, придумал, что есть люди там, придумывали себе воздушные замки, да, кто сказал, что оно должно получиться, а они еще связали с этими воздушными замками свои, это я про себя рассказываю, свои какие-то ожидания, вот это получится и как будто бы будет лучше, кто сказал, что будет лучше. И вот он пишет дальше, что душа человека, она идет сверху от трона славы Всевышнего, то есть она относится вообще не к этому миру, она относится ко Всевышнему, к бесконечному, да, а тело, в котором она пребывает, похоже на весь, на мир, то есть как Всевышний, есть Всевышний Бог, Творец, Мироздание, потом есть Духовный мир, это как передаточный механизм, потом есть Материальный мир, который выражает его мудрость с люфтом свободы выборов у человека. Так то же самое происходит в человеке, в котором человек называется Малый мир. Душа, она подобна Создателю, Творцу, а тело похоже на Нижний и Высший мир. О, вот это вот интересная такая вещь, что как Всевышний, по отношению к Всевышнему, все мироздание является как будто бы, как будто бы отражением вот этой духовной силы Всевышнего, выражением его духовной силы весь мир является. Так же у человека душа, это как Всевышний, а тело, это как мир. И теперь он говорит, послушай чудесную мудрость. Это прямо вообще те, кто сейчас ее услышит, просто повезло, запишите, пересмотрите еще раз, есть эти уроки в записи. Но это как раз квинтэссенция того, для чего была вся эта книга написана и то, для чего мы ее изучали. Он говорит так. А теперь послушай чудесную мудрость. Как Всевышний выше всего и правит человеком и всем мирозданием, вверху и внизу, то есть верхний мир это духовный мир и внизу, так и человек, исполняя волю Создателя, правит всем миром. То есть человек это отражение Всевышнего, и если человек выполняет волю Создателя, то он становится прямой передачей Творца Мироздания Бога в этом мире, и он может управлять всем миром, не только своим миром. То есть праведник, он вначале управляет своим миром, подчиняя его воле Всевышнего. Это как тренировка. Ты вначале разберись со своим телом, а потом уже будешь всеми управлять. Так вот праведник, он выполняет полностью, он подчинил воле Всевышнего, всю свою жизнь, свое тело, свои мысли, свои эмоции, и тогда он может уже править всем внешним миром. После происшествия с Тельцом, он объясняет эту свою идею, после происшествия с Тельцом, Золотым Тельцом, Всевышний сказал Мошарабену, Морисею, отступи от меня, я истреблю их. Он хотел истребить и влезть народ после греха Золотого Тельца. Таким образом, возможность истребления как бы была поставлена в зависимости от Мошарабену. Мошарабену говорит, нет, если ты их истребишь, меня тоже истреми. То есть нет смысла, если они не справились, никто не справится. Или они справятся с твоим заданием, они селекционно выведены для этого, они прошли рабство, они потомки Абрама Искака Якова, они видели своими глазами чудеса, которые ты делал, если уже они не справились, человек не может справиться. То есть вторая попытка, она бессмысленна. Так Мошарабену он объяснил Всевышнему. Автор на другую часть, он сейчас акцентирует этой книги, он говорит, что Всевышний от этого разговора с Мошарабену, с Моисеем, зависела судьба мира, судьба целого народа. А как было в истории с Корохом? Потом была история, когда Корох восстал против Мошарабену. Мошарабену сказал Всевышнему, пусть земля поглотит их, если будет воля Всевышнего, но как бы предложение было от Моше. И значит, земля раступилась, то есть поглотила. Ильяу Анови, помните пророк Ильяу, на горе Кармель, он поклялся, до этого он пошел к царю, я помню, как царя звали, и поклялся, что не будет росы и дождя, а только по его слову. Это в книге Малахим написана эта история, и он пришел к царю и сказал, что дождя не будет, будет засуха, и только по моему слову пойдет дождь. И так и было. Дальше, что сделал еще Ильяу Анови, пророк Ильяу? Он опустил огонь с неба и истребил лжепророков Бааля, когда были 400 лжепророков, и он сказал тогда еврейскому народу, вы определитесь вы с Богом, или вы хотите на двух стульях сидеть. Тогда у них было соревнование, 400 пророков, они пытались свести огонь с неба, чтобы он принял жертву их, а они целый день там молились, кричали, колдовали, устраивали какое-то мошенничество, ничего у них не получилось. Потом пришел Илья Анови, спустился огонь с неба, его жертву быка он сделал, забрал, и значит убил он всех этих 400 пророков Бааля, и оживил мертвых, Илья Анови оживлял мертвых. И он постановил, что у пророка Илиши будет вдвое больше пророческого дара, чем у него пророк Илья Анов, и поднялся живым на небо, на огненной колеснице. Так что получается, продолжает автор, получается, что все освященные, святые люди вот эти, да, которые были на земле, они правили вверху и внизу по воле Всевышнего, когда исполняли его волю. То есть есть такой закон, исполняй волю Всевышнего, как ты исполняешь обычно свою волю, что человеком управляет? Человеком управляют его желания, его желания, вожделения к этому миру, и он, что-то он хочет, и потом он вот это хочет, и он делает то, что он хочет, и у него или получается, или не получается. Но получается, что двигатель, вот этот вот рацион, на иврите слово рацион, это одно коренное слово со словом ля руц, бежать. То есть желание, это то, что двигает, ну вот на русском языке, например, желание, это желание, а бежать, это бежать. А на иврите желание, это рацион, а человек, который бежит, называется он рац. А не рац, я хочу, а не рац, это я бегу. То есть на иврите очень четко показано, что желание человека, это та сила внутри, которая двигает его по жизни. Теперь, кто такой праведник? Он говорит, мое желание одно, это чтобы выполнять волю Всевышнего. А откуда мы знаем волю Всевышнего? Из заповеди, из Торы. Он изучает Тору, выполняет заповеди, и он попадает со Всевышним в резонанс. То есть его желания, они полностью совпадают с волей Всевышнего. Через это он соединяется со Всевышним в этом мире, он становится как отражением воли Всевышнего. Праведник это отражение воли Всевышнего. И когда он становится отражением воли Всевышнего, то тогда, так как он с ним объединился, его желание праведника Всевышний выполняет как свое. То есть он настолько становится вот этим вот элементом, управляющим структурой мироздания, что он может менять реальность. Поэтому, говорит автор книги, старайся исполнять его заповеди, законы, постановления и уставы, чтобы удостоиться великого сокровенного блага. И Всевышний знает и понимает прошедшее и будущее, так же и человек, которому Всевышний дал мудрость. То есть в этом мы уподобляемся Всевышнему. Человек все время думает, как Пугачева пела, ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. И человек пытается предсказать. То есть работа мозга это предсказание того, что будет в будущем. Вот я, например, перед уроком, значит, я там сделал какой-то заказ и мне должны его привезти после урока. То есть я предполагаю, мой мозг, он выстраивает на будущее, выстраивает траекторию, что там должно через какое-то время произойти какое-то событие. Но Всевышний, он точно знает, он и понимает все прошедшее и будущее. А человек только к этому стремится. Но у него есть потенциальный инструмент для того, чтобы предсказывать будущее и вспоминать прошлое. Как Всевышний дает хлеб, кормит все живое, так и человек содержит своих домочадцев, там если у него есть семья, он зарабатывает, дети. Если у него есть собака, кошка, он им покупает корм. Если у него есть стадо коров, он коров этих кормит, да? То есть как Всевышний кормит все, что к нему относится, весь мир, так же человек тоже в этом уподобляется. Как Всевышний воздает за добро и зло, то есть вся эта система работает на принципе воздаяния. Что посеешь, то и пожнешь. Сделал дело, значит получи расплату или оплату или расплату, да? И как Всевышний воздает за добро и зло, так же и человек. То есть каждый человек в зависимости от своей системы координат, но он кому-то, он делает добро. Почему он ему делает добро? Потому что он ему воздает скорее всего добро, это все очень взаимный процесс, это прямо у человека прошито внутри. У любого человека он делает добро тем, кто делает добро ему и делает зло тем, кто хочет сделать зло ему. Можете проверить, выйти на улицу, дарите кому-то цветы, вам будут улыбаться, на кого-то замахивайтесь, вас будут бить. То есть здесь однозначно работает система, как автомат, да? Но это откуда это в человеке? Это по образу и подобию Бога. И как Всевышний созидает мироздание и основу земли, небосклон, и все это, все мироздание, он как-то его устроил, да? Так же человек, он может построить себе дом, сделать фундамент, крышу, собирать воду, там поставил себе. Всевышний сделал океаны, моря, там озера, а человек взял себе аквариум поставил, у меня есть один знакомый, он дома сделал там прямо аквариумы у него везде. Тут он у него с морской водой, тут он поставил себе с пресной водой. То есть он, почему сейчас, я не понимал зачем он это делает. А он это просто у него проявлен Всевышним. Внутри он уподобляется Всевышнему, который весь мир, как бы он порядочил дизайнер, Всевышний дизайнер, можно сказать, этого мира. И человек, который делает дизайн в своей квартире, это он просто проявляет свое, он этим уподобляется Всевышнему. И как любое создание не может увидеть Всевышнего, так ни одно создание не может увидеть душу. Ни при жизни своей, ни после смерти. То есть душа, она наполняет человека, но не видна. Всевышний наполняет этот мир, но тоже он не виден. Очень красиво объясняет он. И как Всевышний ведает будущее, так и дух человека, когда человек отдыхает от труда ради своих потребностей, отдыхает от забот, то он видит во сне будущее, видит умерших и места, которых никогда не видел. И незнакомых людей, и вещи разные, огромные картины. То, что не может увидеть бодрство. В этом тоже человек уподобляется Всевышнему. Последнее сегодня, вот то, что мы, на этом и сегодня закончим, да. И как нет создания в мире, которое знало бы тайны Всевышнего, нет никого, кроме Всевышнего, кто ведает сокровенные мысли людей. Как написано, Всевышний знает мысли человека, и во многих случаях человеческие действия отдаленно напоминают проявления Всевышнего. То есть он здесь нам доказывает, что душа, которая есть в человеке, это часть Всевышнего. И именно вот это вот, те проявления, которые он описал, это проявления души. То есть очень интересная такая метафора. Но главное то, что вот это вот удивительное знание, что человек, который проявляет в себе вот эту божественную свою сущность, и он своей мыслью, своими действиями, своими разговорами, он усиливает в себе вот эту вот духовную свою связь со Всевышним, то у него появляется сила управлять своим телом и своим внутренним миром. То есть он становится, вот если посмотреть на мудрецов Торы, они вообще такие прямо, вот такие они, сияющие, спокойные, вот как Равыцкий, Зильвер зацалили, были такие, я вот видел вот этих мудрецов, которые прямо мудрецы-мудрецы, они космонавты, они просто совершенно, они на другом уровне взаимодействуют с собой, да? Но он говорит дальше, что как только ты стал вот на таком уровне взаимодействовать с собой, в этот момент у тебя появляется и совершенно другое влияние на внешний мир. Только тебе уже не надо на него влиять, ты уже понимаешь всю его временность, и всю его бессмысленность, можно сказать, да? То есть ты используешь тогда внешний мир только для служения Всевышнему и для развития своей души. И это то, ради чего человек был создан в высшем проявлении. Именно к этому стремится душа человека. Все, дорогие друзья, шаббат шалом, чтобы был у всех хороший шаббат, чтобы было у всех хорошее состояние, настроение, чтобы Всевышний дал нам силы, мудрость служить Всевышнему и через это наполняться духовной силой, а уже духовная сила даст нам возможность в материальном мире тоже хорошо жить как следствие, как плоды. Шаббат шалом и чтобы Всевышний дал каждому из нас много-много поводов для радости. В духовном и в материальном, но в первую очередь в духовном. До воскресения, с Божьей помощью, встречаемся в воскресении, первый день недели. Шаббат шалом.